Сила даров Спрашивает у другого, а что, ну, что волк вы принесли Иисусу? А другой отвечает, даров. А тот говорит, привет. Странная такая шутка. Типа, даров, привет. Окей, все, поехали. Сила даров. Это тема проповеди. Я просто знаю, что существует, есть христианство, и оно, на самом деле, ну, оно очень интересное и захватывающее. И вообще, я верю, что христианство, оно изначально, оно не может быть каким-то естественным само по себе, потому что само христианство, оно уже очень сверхъестественное. Даже само рождение свыше, оно сверхъестественное. Когда человек перерождается свыше, он становится другим человеком. И это сверхъестественно, что то, что ты хотел делать раньше, после рождения свыше ты это не хочешь делать. То есть грешить, ты не хочешь употреблять наркотики, сигареты, материться и так далее. Это происходит очень сверхъестественно. И вообще вся христианская жизнь, она сверхъестественна. И те люди, которые, к сожалению, не видят сверхъестественного в своей жизни, я думаю, что, ну, это не полное христианство, потому что полное христианство включает в себя очень много интересного движения Бога в нашей жизни и через нашу жизнь. Я верю в это. И здесь Павел в 1 Коринфе, но в 12 главе пишет следующие слова. Вот что он говорит тем, кто, ну, в церковь Коринфе. Он говорит, не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. То есть здесь он говорит о том, что существуют духовные дары, и он не хочет, чтобы церковь оставалась в неведении, чтобы церковь жила просто естественной жизнью. Он говорит, я хочу вам показать, что существуют еще духовные дары. То, что принадлежит каждому, кто был спасен и крещен Святым Духом. И это было его желание, чтобы каждый человек, кто слышал эту проповедь, его послание, чтобы они знали, что наша жизнь не может быть естественной только, но существуют еще духовные дары. И дальше он перечисляет. Есть различные дары, но Дух один. И вот он перечисляет. В каждом человеке, Дух, в каждом человеке, это очень важно, в каждом человеке, не в каком-то избранном, одном, единственном, но в каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого тот же Дух дает знание. Кому-то тем же Духом дается вера, кому-то дары исцеления тем же Духом. Одному чудодейственные силы, другому пророчество, третьему способность различать духов, иному дары разных языков, а кому-то способность толковать сказанное на этих языках. Все это действия одного и того же Духа. И этими дарами он наделяет каждого по своему усмотрению. Здесь очень важно кое-что увидеть. Во-первых, здесь сказана важная вещь, что каждому даются дары Святого Духа. И каждого Дух Святой наделяет этими дарами. Это важно понимать, что если ты христианин, и ты посещаешь церковь, и помимо всего этого ты крещен в воде и в духе, то дары Святого Духа – это то, что принадлежит каждому человеку в церкви. Дары Святого Духа делают нас изначально сверхъестественными. И это дается каждому. Нет одного единственного человека. Я повторюсь, существует Дух Святой, который распределяет эти дары, как Он хочет. И Он дает каждому человеку эти дары, принадлежат каждому. Вторая вещь, которая здесь очень важна, и которую я бы хотел подметить, что здесь сказано, что Дух один, то есть Он единственный. И я думаю, что существует такое мнение, по крайней мере, у некоторых людей, что Дух Святой только дал мне пророческий дар, и больше Он никаких даров мне не даст. Вот, больше. Вот я только молюсь на языках, и все. На своей практике я заметил кое-что другое, и увидел здесь кое-что другое. Дальше там сказано, что ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте об этом, желайте этого, стремитесь. Там еще по-другому сказано, стремитесь иметь духовные дары. И вот что, что я заметил, что когда человек начинает действовать в служении людям, например, он мечтает о том, чтобы через него Бог говорил, и он начинает это практиковать, он начинает пророчествовать людям, молиться за людей, он начинает как-то видеть больных людей и молиться за этих людей, или он бросает себе вызовы веры, он бросает в свою жизнь вызов относительно каких-то вещей невозможных, он говорит, я достигну это, потому что Бог со мной. И он бросает вызов своей вере. И вот что, в этот момент я заметил, что чаще всего Дух Святой наделяет способностью делать это. И то есть, когда мы начинаем пророчествовать, когда мы принимаем решение, что мы будем пророчествовать людям, мы начинаем практиковаться, то Бог дает нам эту способность, потому что Он не может оставить нас без этого, потому что мы движемся в этом, и наше желание, чтобы люди, которые познакомились, чтобы через пророческий дар люди могли познакомиться с Богом и услышать это, и поэтому Он начинает проявляться. По крайней мере, до первых годов своего христианства я не верил, что Бог вообще может, ну, как-то через... Я могу видеть видение, или что я вообще могу как-то, ну, слышать Его голос. Я вообще в это не верил. Я думал, это, ну, не для всех. Но потом я начал читать книгу, она очень интересная, называется «Все могут пророчествовать». Так называется книга. И там я заметил, что каждый человек на самом деле может пророчествовать. Я хочу напомнить, что существует пророк как позиция и дар как пророческий. Это совершенно две разные вещи, но пророчествовать может каждый человек. Так же, как он может молиться за исцеление, люди могут исцеляться. Так же, как каждый из нас может молиться на языках и истолковывать эти языки. Так же, как каждый из нас может молиться и видеть чудеса. Я думаю, что это и есть суть христианства, что Дух, который дается каждому из нас, он не ограничен. Бог не дает нам 50% Духа, и потом 50%, если будем себя хорошо вести. Или 10% Святого Духа, чтобы ты только мог пророчествовать, а 90% я дам пастору, потому что он пастор. Нет, Бог дает каждому человеку 100% Святого Духа, чтобы мы могли, соприкасаясь с Ним, иметь действия Его силы и видеть чудеса в своей жизни. И поэтому Дух Святой не ограничивается. Это мы можем ограничивать Его своим убеждениями и твердынями. Так вот, я думал, что я не могу видеть видение. Я думал, что я не могу слышать голос Господа. Пока однажды мне это не сказали, что давай попробуем. И я начал пробовать. Я закрыл глаза и начал молиться, начал что-то видеть. И потом эти картинки были такие смутные, непонятные для меня. Но в итоге с практикой я начал практиковаться, подходить к людям и спрашивать их. Ну, я не говорил, что я сейчас скажу, что Бог хочет сказать. Я говорил примерно так. Я учусь пророчествовать, и мне бы очень хотелось попрактиковаться на вас, на кошках, знаете. И я говорю, можно я попробую? Но я не обещаю, что что-то получится. Вы можете вообще к этому не прислушиваться. Я просто попробую. Может не получится, но нормально, я учусь. И мне часто всего говорили, ну попробуй. То есть я уже себя ставил в защитную позицию. То есть я уже, все, у меня как бы есть, ну как бы, карт-банш на ошибку. Я мог это сделать, легко. И поэтому я начинал молиться, начинал просить, чтобы Господь показывал мне. Он начинал показывать мне. Я говорил и давал истолкование тому, что чувствовал внутри. И в итоге, в итоге получилось так, что я попадал в точку. Ну хорошо, 10, 9 из 10 попадал. Один говорил, спасибо. Я подумаю. Ну это тоже нормально. В любом случае, когда мы это делаем и практикуемся, то мы можем видеть, как Дух Святой действует. Но что самое интересное, в итоге, потом все это я переместил на неверующих людей. Я думал так, с верующими легко. То есть они чаще всего, ну с ними как-то легко. То есть ты подходишь, они не против, чтобы ты за них молился. И ты такой можешь, даже если ты не знаешь, сказать, Бог хочет использовать тебя. И человек такой, да, это для меня слово. Но знаете, с ними проще. Но я подумал, что будет, если я буду пророчествовать неверующим людям. Ну то есть просто писать им в интернете, подходить к ним и просто пророчествовать. И поэтому я, сначала я думал, что Бог не говорит со мной. Ну, я не могу его слышать. Потом я подумал, что я могу его слышать, но не для неверующих. Для неверующих я не могу его еще слышать. Это все твердыни, Боже. Я другой, я изменился. Я так рад этому. На самом деле, Бог для всех хочет говорить. Всегда. И вот я начал практиковаться, зашел в интернет, начал людям писать то, что я видел. И скажу так, что 9 из 10 было мимо. Я не знаю почему, просто было мимо. Люди писали, нет, это неправда. Что ты пишешь мне? Но потом с практикой я начал понимать, что где я переволновался, где я просто... Ну, а ну же не знаешь, что человек сейчас тебе скажет. Неверующий человек, он вообще с Богом не связан. Еще надо такие слова подобрать, которые, ну, как-то будут понятны ему. Ты же не можешь сказать, что такое помазание? Вот, недавно я у трех неверующих спросил, что такое помазание. Просто решил, ну, узнать чисто вот. И шел на улицу, думаю, проведу опрос. Я задал вопрос, что такое помазание и что такое новоходоносор. Это очень зерно. Но это люди, знаете, верующие так часто используют слова, ну, какие-то непонятные людям. Типа, помазание, помолюсь, помазание тебя сойдет. А люди не понимают, что такое помазание. Ну, я так чисто, мне было шутку сделать, я думаю, ну, просто. И вот люди, некоторые ответили, что помазание это такое блюдо. Вот, знаете. Да, серьезно. Ну, типа помазание, ну, я не знаю, может, рыбное какое-то. Суть в другом, что используя такие слова, которые будут понятны людям. И, в общем, потом с практикой я начал видеть, что этот дар укрепляется во мне. И что в итоге я начинаю лучше и четче понимать, где я волнуюсь, а где по-настоящему я могу, ну, говорить. То есть я начал чувствовать. И в итоге это укрепилось в определенные чувствования. И когда я начал потом писать людям, то чаще всего я начал попадать в точку. И вот что. Я понял, что Бог говорит ко всем людям. Вот. Он говорит, он хочет говорить ко всем. И дар это то, что мы можем ревновать, к чему мы можем стремиться. Но я заметил, что именно пророческий дар, он очень сильно, вот, когда ты не знаешь, что тебе нужно делать, что сказать человеку, то это очень сильный такой, ну, как бы способ, чтобы проповедовать Евангелие легко. Это когда ты можешь пророчествовать и сказать человеку пророческое слово. И потом, следующий шаг, который для меня был очень важен, это научиться быстро получать слово Бога, не закрывая глаза. Ну, знаете, когда ты идешь по улице, ты не можешь остановиться и сказать, сейчас подожди, я буду пророчествовать тебе. Но все это была практика. И, знаете, чем больше я практиковался, тем лучше я начал понимать, как движется Бог и в целом, как работает пророческий дар. И я подумал, что все это может делать каждый из нас, потому что все это принадлежит каждому из нас. И пророческий дар, и дары исцеления, и дары говорить иными языками. Почему мы только говорим иными языками? Ведь это же не все, что есть у Духа Святого. Это не все те дары, которые он хочет использовать. Кто здесь говорит иными языками? Можно увидеть вашу руку? Смотрите, мы все говорим иными языками. Это здорово. Значит, мы все можем пророчествовать, и мы все можем истолковывать языки, и мы все можем молиться за людей, и они будут исцеляться. И мы все можем видеть чудодейственные дары, ведь это все один и тот же Дух. Или же происходит по-другому. Вам принадлежит примерно 10% Духа, где вы говорите языками, а мне 20%, я еще могу пророчествовать. Но это была бы полная ересь. Это неправда, потому что Дух Святой дается каждому из нас. И поэтому те дары, которые сказаны в Коринфянам 12 главе, принадлежат каждому из нас. И есть две вещи, на которых я бы хотел закончить. Две вещи. Кстати, я говорил уже, что к нам на домашнюю группу иногда заходят атеисты. Их ребята приводят. И чаще всего, когда мы молимся за них и пророчествуем их, чаще всего это попадает в точку и меняет их отношение к Богу. Вот один из них ходит в церковь, сейчас на конференции служит. Суть вот что. Что когда мы используем, когда мы задействуем дары Святого Духа, и когда мы живем в дарах Святого Духа, а мы можем в этом жить, находиться, пребывать, то мы будем видеть, как Бог будет действовать через нас больше. И в нашей жизни, и в жизнях окружающих людей. Поэтому есть две вещи, на которых я бы хотел закончить. Два принципа, то есть как развивать эти дары или как их получить. Я заметил, что две вещи. Первое, это ревновать, и второе, это практиковать. Вот две вещи. Больше не существует вещей. По словам ревность, я имею в виду иметь сильное желание или стремление к этому. То есть желать это получить. Ну вот хотеть этого сильно. Хотеть пророчествовать, хотеть, чтобы люди исцелялись. Хотеть этого. Когда человек чего-то хочет, он начинает это делать, и в итоге у него начинает это получаться. Может быть поначалу не получаться, не получаться. Но здорово, когда ты ревнуешь. Когда я ревновал, то я искал людей, которые могут мне в этом помочь. Это тоже очень важная вещь. Если вы знаете людей, которые могут пророчествовать, или у которых уже получается, ну там, они молятся и люди исцеляются, то я думаю, что стоит обратиться к ним и просто спросить, знаете, спросить у них, как ты это делаешь. Я знаю, что они ответят. Я знаю. Ты как, ну, что это способность, да? Чаще всего эти люди скажут, все очень просто. Вот настолько просто все. Чаще всего так происходит. Это как сходить за хлебом. Но это очень просто. Все это делается очень просто. Потому что Бог не хотел нас ставить какие-то сверхистики, такие, вы знаете, ну, то есть, смотри, если я думаю, что, можно проставление на сцену? Я думаю, что если спасение дается так просто, через веру в Иисуса Христа, то дары и действия Духа Святого должно даваться еще проще, чем спасение. Что может быть сильнее спасения вообще? Ну, то есть, попасть на небо, измениться, переродиться заново, то дары Святого Духа, это еще проще. То есть, Бог, наоборот, упростил все, настолько сильно Он упростил, чтобы мы были близко к Нему и действовали в Его силе. И вот поэтому, первое, это ревновать, и второе, это практиковать. Постоянная практика, постоянное действие в этих даров, она укрепляет уверенность и понимание даров Святого Духа. Когда мы молимся на языках постоянно, мы можем чувствовать Его силы, мы можем соприкасаться с Ним, что-то внутри нас меняется. Когда мы начинаем молиться за больных людей, мы пробуем, пробуем, практикуемся, практикуемся, и мы начинаем видеть, как Бог начинает совершать через нас чудеса. Мы начинаем видеть, как люди начинают исцеляться. Когда мы начинаем пророчествовать, когда мы начинаем молиться, чтобы Бог дал нам слово знания, слово мудрости, неважно, мы начинаем молиться и пророчествовать, то Бог начинает давать нам все это просто потому, что мы практикуемся и мы стремимся к этому. И вот поэтому два секрета этого всего, два правила, это ревновать и это практиковать. Больше не существует никаких супер, ну и конечно быть крещенным Святым Духом, это как бы самое важное, быть крещенным Святым Духом, быть рожденным свыше и крещенным Святой Дух. Потому что жизнь с Богом вот в таком контексте, она совершенно другая, она интересная, она сверхъестественная. То есть когда мы понимаем, что мы что-то сказали человеку и человек от этого начинает как-то плакать или благодарить, мы понимаем, что это же не мы из головы выдумали. Ну то есть я не мог сказать человеку вот что-то такое, что коснется его сердца и придумать это в голове. Это сверхъестественное действие Бога. И когда мы видим такое сверхъестественное действие Бога, то наша вера, она укрепляется не на словах человеческой мудрости, а на силе Божьей. И люди, которые видят это, их вера укрепляется не на словах человеческой мудрости, а на славе Божьей. И поэтому я думаю, что во времена Иисуса атеистов не было. Потому что во времена Иисуса люди, которые даже не верили в Бога, могли заприкоснуться с силой, которая исходила от Иисуса. И это дано каждому из нас. Это прекрасная новость. Поэтому нам нужно и важно двигаться в дарах Святого Духа. Практиковать это регулярно. Это дано... Продолжение следует...